Я запрошу Юрия Назарова, радника межского головы и керевника проекта. Добрый день, коллеги. Дозвольте, напевно, я по российской мове буду доповедать трешки простейше. О чем я хотел рассказать? Я хотел рассказать о том, в каком направлении двигается Киев с точки зрения внедрения современных технологий, инновационных технологий. Это первое. И второе, как мы стимулируем развитие инноваций, как мы помогаем развиваться инновациям и внедрять инновации в городе Киев. Если по ходу презентации будут какие-то вопросы, прошу, останавливайте, задавайте. Потому что хотелось бы, чтобы я вам донес, куда мы идем, и вы поняли, как вы можете подключиться к процессу построения современного города. Потому что построить современный город без жителей города, ну это, скажем так, не совсем реальность. В двух словах, если да. Есть у нас определенная проблематика. Вы знаете, и те, кто занимается инновациями, и те, кто внедряет, наверняка вы сталкиваетесь с этими проблемами. Это запюрократизированная система. То есть даже если у вас есть какая-то идея хорошая, даже если у вас какие-то есть технологии разработанные, это еще не значит, что вы ее внедрите. Да, потому что есть определенные процессы, которые зарегулированы как законодательством, так и внутренними процедурами в рамках как страны, так и города. И для вас будет достаточно сложно внедрить эти технологии. Поэтому мы работаем достаточно плотно над тем, чтобы, я чуть позже расскажу, над тем, чтобы стимулировать и ускорить процесс внедрения технологий. Вторая проблема – это отсутствие коммуникации с общественностью. То есть общественность что-то предлагает, власть не всегда слышит, или власть что-то делает, общественность не всегда поддерживает те шаги, которые предпринимает власть. То есть нет коммуникаций, нет взаимодействия для того, чтобы все двигались в этом направлении. Ну и соответственно отсутствие условий для развития инноваций. Отсутствие инновационных хабов, отсутствие в конце концов форумов, таких как сегодня происходит. Там, где собираются люди, у которых есть разные инновационные идеи. И там, где собираются, допустим, экспертная среда, там, где собираются общественность, там, где собираются власть для того, чтобы внедрять технологии, и обсуждать, как это делать. Вот. Какое решение? Решение очень простое. Это сильная политическая воля для внедрения инновационных технологий. То есть тот путь, по которому, в принципе, мы пошли в город. При взаимодействии общественности, бизнеса и власти возможно реализовать те проекты, которые мы хотим, которые хочет общественность, которые хотят представители бизнеса. Мы создали Киев Смарт Сити группу. Уже она существует. И вообще Киев Смарт Сити инициатива. Она существует уже более полугода. И основная идея этой инициативы была внедрение инновационных технологий как для управления городом, так и для обеспечения сервисами необходимыми жителей города. Рабочая группа была сформирована из экспертов, из представителей бизнеса, из общественности, из представителей киевской власти. В результате работы этой экспертной группы была разработана концепция Киев Смарт Сити 2020, которая была презентована очень символично в этом помещении в прошлом году на Киев Смарт Сити форуме. То есть приятно, что мы движемся уже в одном направлении, как минимум. В рамках этой концепции были определены критические области для реформирования, для внедрения технологий. Это транспорт, проблемы транспорта очевидны, проблемы заторов на дорогах, проблемы пробок. Это жилищно-коммунальное хозяйство, это безопасность, это медицина, и это электронное управление. То есть вообще реформирование и модернизация системы управления городом. То, о чем я вам говорил, забюрократизированные процессы, которые не позволяют достаточно быстро и эффективно внедрять технологии. Я в двух словах пройдусь по реализованным проектам, которые мы сделали, и потом перейду, что мы делаем, для того, чтобы стимулировать развитие инноваций. В любом случае, когда мы говорим о взаимодействии с властью, жители должны быть уверены, что власть открыта и прозрачна, ей скрывать нечего. Только при таких условиях игры возможно построить какое-то взаимовыгодное сотрудничество на взаимном доверии. Мы внедрили открытый бюджет. Я думаю, вы слышали об этом проекте. Сейчас можно получить всю информацию оперативно, каждый день, относительно доходов затрат города Киева, источников доходов затрат. И мы уже осенью запустили функциональность, когда вы можете посмотреть на портале, каждую конкретную транзакцию, как в разрезе, допустим, районов, департаментов, школ конкретных, больниц, и посмотреть на что, кому и сколько денег было заплачено. То есть посмотреть конкретную транзакцию. Это система бизнес-аналитики, которая интегрирована с государственным казначейством. И вот эту всю информацию вы можете посмотреть. То есть основная задача показать, что деньги с бюджета не воруются, или в то же время обеспечить контроль над деятельностью чиновника. Потому что за каждую затрату отвечает определенный чиновник. То есть теперь общественность может задать вопрос, почему. И в то же время мы достаточно серьезно работали над проектом электронных закупок Прозора. Киев первым внедрил электронные закупки, которые уже на данный момент, уже 5 месяцев промышленной эксплуатации, мы видим экономию около 200 миллионов гривен. То есть это беспрецедентный шаг, который позволил по пороговым суммам уже экономить такие бюджетные деньги. С одной стороны, с другой стороны, дал возможность участвовать потенциальным поставщикам в торгах, в которых они раньше не могли участвовать. В силу каких-то коррупционных действий или закрытости информации. То есть мы полностью перешли на электронные закупки. И сейчас интегрировали открытый бюджет с электронными закупками. То есть вы можете посмотреть, если по какому-то платежу, можете посмотреть, в конце концов, как закупалось, договор сам, посмотреть на основе чего выбрали такого поставщика и так далее. Следующий проект – это электронные услуги. Вы достаточно часто сталкиваетесь с проблемой получения каких-то разрешительных документов, каких-то справок, выписок, форм-3 и так далее. Приходится стоять в очередях, приходится, я извиняюсь, даже платить взятки для того, чтобы быстрее получить эти спарты. Поэтому основная задача – это перевести максимально в электронный вид эти услуги. То есть максимально уйти от человеческого фактора, от возможной коррупции и максимально упростить людям получать услуги в электронном виде, не отходя, допустим, с рабочего места или в бизнес. Уже реализована 21 услуга. Эти все сервисы, я вам потом расскажу, вы можете увидеть на портале «Дюк Киев Сити Гавдеи». Скоро будет «Дюк Киев Сити Гавдеи». Электронные петиции – это элементы электронной демократии. По сути, мы дали возможность гражданам влиять на власть. Сейчас уже в системе около 2000 электронных петиций. 16 петиций набрали 10 тысяч голосов для того, чтобы петиция была рассмотрена. Необходимо набрать 10 тысяч голосов. И уже они переданы, эти петиции, к Киевскому Раду и уже они отрабатываются. Одна из них, допустим, насколько вы знаете, это вхождение общественного транспорта ночью, уже реализовано, уже запущено автобусы, которые ходят ночью. Бюджет участия – еще один элемент электронной демократии. Там, где жители города в прошлом году, в октябре-ноябре месяце, перед принятием бюджета, могли, скажем так, дать свои предложения, на что бы они хотели потратить деньги Киева в будущем году. То есть я бы, например, как житель Киева, очень хотел бы иметь такую инструментарий, иметь возможность влиять на распределение бюджетных средств в городе Киеве. Теперь такая возможность. Информирование киевлян. Буквально 3 недели назад мы запустили сервис. Вы можете прописаться на информирование относительно чрезвычайных ситуаций, петли дорог, задерживание транспорта. В то же время реализован социальный проект с Донор.ua, там, где вы можете подписаться, допустим, на сдачу крови при необходимости. Вот, то есть еще один элемент взаимодействия с киевлянами. Следующий проект – бесконтактные проходы метро. То есть те, кто пользуется, вы знаете, что есть турникет один возле будки с бабушкой, там, где вы можете прийти с помощью платежной карты, я вот, допустим, пользуюсь. Очень удобный. То есть очень удобный сервис, который делает наш город более удобным для жителей и приезжих. Wi-Fi покрытие в метро – достаточно амбициозный, серьезный проект. Сейчас вы знаете, покрытие три станции метро. В будущем, до конца года, мы планируем покрыть все станции метро и все вагоны метро. Медицинский портал города Киева, там, где можно увидеть всю информацию, в том числе по остаткам, по лекарствам. Платформа мониторинга снегоуборочной техники. Вы знаете, что очень часто, когда выпадает снег, есть жалобы, что снегоуборочная техника не работает. Можете зайти на портал и при помощи GPS-трекинга можете увидеть, где находится, какая единица техники, какую задачу она выполняет, с какой скоростью двигаться, посмотреть, допустим, за прошедшие сутки маршрут движения и так далее. То есть достаточно интересная функциональность. То есть это я так в двух словах вам рассказал о тех проектах, которые мы внедрили. Основная задача проектов была обеспечить прозрачность власти. То есть когда мы обеспечим прозрачность власти, тогда граждане могут доверять власти и взаимодействовать. Тогда они могут влиять, задавать вопросы, почему так, а не так. Я здесь не рассказал системе управления имуществом, там, где на карте можно посмотреть объекты комсобственности и так далее. По перспективным проектам. Когда мы разработали концепцию, ее утвердили, в прошлом году на Smart City форуме был подписан меморандум. Это знаковое мероприятие, то, о чем я вначале говорил, для того, чтобы внедрялись инновационные технологии, необходимо взаимодействие власти, бизнеса и граждан. Был подписан меморандум между властью, бизнесом и гражданами. Там, где мы задекларировали, что та концепция, которая была разработана, если интересно, можете посмотреть на портале, я принес пару брошюр, можете посмотреть, что там, какие основные подходы заложены. Мы подписали меморандум и мы задекларировали, что теперь все вместе мы планируем внедрять современные инновационные технологии в городе Киеве. То есть мы хотим, чтобы город был умным, современным. Мы современная столица. В конце концов, быть европейской столицей, ездить по жетонам или по талонам, ну, честно говоря, не совсем приятно. Мне, по крайней мере, перед моими коллегами, которые приезжают из других городов. Вот. Поэтому были определены ключевые проекты, которые или уже начали реализовываться, или будут реализованы в ближайших 4 года. Я вкратце пройдусь по этим проектам. Это единый диспетчерский центр, контроль движения наземного транспорта, который обеспечит ритмичность движения транспорта и возможность получать информацию на остановках. Вот, допустим, умных остановках относительно времени прибытия транспорта. Потому что мы хотим знать, когда он прибудет, а не стоять там и надеяться, что вот-вот он придет. Единый билет – это проект, который начат. К сожалению, есть некоторые там пробуксовки, связанные с некоторыми моментами, но в ближайшем году мы его активно будем внедрять. То есть будет единый проездной документ при помощи карточки киевлянина, где вы сможете пользоваться им как в подземном, так и на земном транспорте. Автоматизированная система управления дорожным движением – это автоматические режимы переключения светофоров в зависимости от трафика в городе. Это разумные паркинги, умные паркинги, там, где можно будет определить свободное место и значительно упорядочить парковки и в то же время обеспечить увеличение доходов от сбора за парковки. И умное освещение. Это освещение в зависимости от времени суток, от освещенности, от погодных условий и так далее. Это проекты, которые, скажем так, дадут возможность более эффективно в этой области управлять городом. Безопасность. Мы понимаем, в каких условиях живем. Один из ключевых моментов – это безопасность. Создана рабочая группа и с полицией, и с СБУ, и с МЧС, которая даст возможность нам уже в ближайшем времени реализовать систему безопасного города. Уже сейчас реализовывается проект «Безопасный двор», «Безопасный парк», пилотные проекты. И мы уже начали, мы сейчас достраиваем киевский городской дата-центр. На базе дата-центра будет система, ситуационный центр, на котором можно будет полностью контролировать текущую ситуацию по разным объектам. Туда же мы затянем все камеры с таких объектов, допустим, как банк, наиболее кеминогенно опасный, банки, аптеки, заправки, ломбарды, и остальные, постепенно будем подтягивать остальные учреждения. Для нас, понятно, со стороны города очень актуальна безопасность в объектах коммунальной собственности, таких как больницах, школах, детских садиках. То есть на это тоже будет основной фокус. В части жилищно-коммунальной инфраструктуры планируются такие проекты, как система оповещения, то есть первый уже такой, скажем так, шаг мы сделали по системе оповещения, дальше будет система развиваться. Контроль энергопотребления. Вы знаете, что Украина одна из самых энергонееффективных стран. Мы являемся обладателем третьего места в рейтинге стран, которые энергонееффективны. И вот когда мы запустили открытый бюджет, мы с удивлением увидели, что 30% затрат в больницах и школах это затраты на энергоресурсах. Это просто нереальная цифра. Контроль втрат тепла, я чуть позже расскажу об этом проекте, и умный биллинг. Вы знаете, что мы запустили сервис, когда можно рассчитаться на портале ГИОЦа за коммунальные услуги, соответственно, чем он интересен, с вас не будет взята комиссия за тот платеж, который вы провели. В части медицины только на уровне начала проектов. Сейчас уже сделан медицинский портал, там где все объекты и все медицинские учреждения, которые нанесены на карту города Киева, сгруппированы по разным видам услуг. Есть возможность получить информацию по остаткам лекарственных средств, то есть если вам вдруг какой-то врач говорит, пойдите в аптеку купите такие-то лекарственные средства, можете посмотреть, а есть ли они. Потому что бюджет Киева тратит деньги на закупку лекарств в год. Это электронная регистратура, то есть которая даст возможность прийти в любое медучреждение и врач сразу получит информацию о вас, чем вы болели, какие у вас результаты анализов и так далее. То есть эта система сейчас активно, уже концепция разработана, мы сейчас приступаем к внедрению. Это единая электронная медицинская карточка, электронный рецепт, там где при помощи карточки киевлянина вам может быть выписан электронный рецепт и потом в аптеке выдано по этому рецепту. И единая информационная система, которая полностью охватывает все медицинские учреждения. Их сейчас 155 в коммунальной собственности медучреждения. И электронное управление. Электронное управление это набор систем, которые делает власть эффективной, прозрачной. Мы внедрили уже систему электронного документа оборота. Сейчас практически все структурные подразделения ее используют. И что интересно, мы внедрили мобильный документ оборота. Допустим, у каждого руководителя есть планшет, на котором можно смотреть документы, подписывать, накладывать резолюции при помощи электронно-цифровой подписи. мы вообще первые в Украине, кто это сделает. Это опять же развитие электронных услуг, это развитие контактного центра, это карточка киевлянина и так далее. То есть это много сервисов, которые мы развиваем. Но для того, чтобы обеспечить это наше видение, это видение наших экспертов, но для того, чтобы обеспечить взаимодействие с другими экспертами, с гражданами, в рамках нашей инициативы Киев Смарт Сити строится Киев Смарт Сити Хаб. Это чисто краудфандинговый проект, это наша инициативная группа, наша вторая часть Киев Смарт Сити. Общественники решили на ВДНХ сделать такой Киев Смарт Сити Хаб, он примерно будет так выглядеть. Это место, где будет комьюнити центр, то есть там, где люди с идеями, с какими-то разработками смогут приходить, обсуждать эти идеи разработки, привлекать экспертов, привлекать власть и доносить, что бы они хотели увидеть. Это будет Смарт Сити школа, Киев Смарт Сити Скул, в которой будут проводиться разные курсы, тренинги, обучения по, допустим, открытым данным, по новым технологиям, по подходам, по поиску инвесторов и так далее. И третье, это инкубатор. Вы знаете, мы работаем в партнерстве с инкубатором 1991, с Денисом Гурским и на базе открытых данных, в сторону которых мы очень активно движемся, будут строиться сервисы для жителей города Киева. И что мы делаем в этом направлении? В этом направлении мы открываем данные, то есть по открытому бюджету мы разработали API, по контактному центру разработали API. Таким образом мы стимулируем бизнес, пусть люди со своими идеями берут и на базе открытых данных разрабатывают свои приложения для того, чтобы они могли их предоставлять гражданам, для того, чтобы они могли зарабатывать. И Киевсмартсити это место, где можно будет обсуждать инновации, внедрять. И вы знаете, создан экспертный совет Киевсмартсити, главой его является мэр, для того, чтобы идеи, которые вы приносите, могли быть внедрены в городе Киев. Это в двух словах то, что я хотел вам сказать. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь, я обязательно отвечу на них. Предлагайте свои идеи. Спасибо. Дякую. У нас так дуже мало часу на питання, буквально одне-два, якщо є. Если можно, украинские. Вы прослушали в доступе к грунтовому доказательству. Вам велико подякнуваю цих пешков Министер Киева за запроваджение цих сучасних технологий. А какие из них вы все чувствуете, я уже безотехнологий. А какие из них вы вважаете инновационными? Хочу, що инновация це нововведення, яке запроваджено в життя, і дає можливість забезпечити належне використання ресурсів. От те, що ви перерахували з тих нових технологій для міста Києва. Що вважаєте инновационными? Дякую. Дивіться, стосовно інноваційних технологій... Так, але я вам відповів українську. Ви на комісіях мені задаєте українську, я буду підповідати українську. Дивіться, стосовно інноваційних технологій, я вважаю, це безконтактний прохід у метро, достатньо хороший, цікавий проєкт. В світі таки є, і ми п'яте місто, п'яте місто в світі після Лондона, Парижа, я не пам'ятаю, які впровадили цю технологію. Що-що? Ось, наприклад, Wi-Fi у метро. Є у нас достатньо цікаві технології, які ми зараз впроваджуємо стосовно енергозбереження. Такого точно ці інноваційні технології, там, де ведеться облік енерговитрат на утримання будинку і таке інше. Ви можете зайти на наш сайт kiosmercity.com і там побачити всі інформацію. Дякую вам.